Вязание уже давно называют йогой для мозга, стыше стыни. Оно оказывает положительное влияние на память и вообще на психологическое состояние в целом. Снимает депрессию, улучшает настроение. Успокоить нервы, побороть плохое настроение, зарядиться положительными эмоциями. А также освоить технику вязания крючком решили сегодня участники мастер-класса в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Химчане вязали коврик для домашнего любимца. Помогала в этом горожанам специалист по декорированию Юлия Курбатова. Для этого у вас у всех на столах лежат ткани. Мы возьмем ножницы и нарежем эту ткань на тонкие полоски. В итоге так, чтобы у нас получилась одна оригинальная длинная полоска. Смотрите, где-то у меня крючки тонкие, где-то сантиметр, больше не берем. Для изготовления декоративного коврика и пряжи к нему необходимо найти старую одежду и любой трикотаж в домашнем гардеробе. А затем с помощью крючка и незамысловатой техники завершить уникальные изделия. Проект «Химки. Интересно жить» существует уже больше года. Почти все жители стали активными участниками таких встреч. Анастасия Соболева начала посещать встречи недавно, но уже научилась многим полезным навыкам. И очень довольна. Ну, вязать вот очень интересно. Я всю жизнь мечтала научиться. Это так интересно. Плюс у меня есть маленькая собачка. Как к ним, прям очень даже будет в тему такой коврик. Очень здорово. Ну, вязание, оно само по себе расслабляет. Поэтому это супер. Творческие спортивные интеллектуальные встречи в «Химках» проходят каждый день. За год мастер-классы посетили около 80 тысяч человек. Однако еще не все жители знают о проекте. В связи с чем администрация ищет волонтеров. О ближайших мастер-классах можно узнать из бесплатной газеты «Химкинские новости». В соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте. Продолжение следует...